Время первых. Почти три сотни молодых сотрудников компании «Газпром» представили свои разработки на девятой научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Три дня самые смелые, креативные, амбициозные защищали свои доклады на тему того, как усовершенствовать технологии работы мирового гиганта энергетической отрасли. О том, как это было, в репортаже Анастасии Киченко. Анастасия Киченко Работаешь с интересом, с энтузиазмом, у тебя всегда возникают новые идеи, как улучшить тот или иной процесс, как облегчить свою жизнь, жизнь других людей. Как говорят, любая система, она либо развивается, либо деградирует. Я считаю, что все-таки лучше развиваться. Для повышения самооценки, для лучшей мотивации выполнения своих повседневных обязанностей. Новаторы представили свои доклады на четырех площадках в 13 секциях, в числе которых абсолютно новые «Сила Сибири» и секция на английском языке. Наравне со специалистами свои работы защитили ученики «Газпром-класса». Формат сжатый. На презентацию не более 7 минут, еще 8 на обсуждение. И почти в каждой аудитории кипели споры. В лидеры выбились только самые яркие разработки. С помощью оборудования, которое представлял я, мы исключаем полностью операции по размагничиванию. Это раз. Плюс мы упрощаем процесс сварщику. Техника сварки становится доступна даже начинающему. Буквально даже вы сможете взять электродки и заварить сварной стык. Подавляющее большинство работ, они уже внедрены в производство. И это говорит о вовлеченности персонала в решения актуальных для нашего общества задач. В некоторых номинациях жюри, в составе которого руководство компании, специалисты нефтегазовой отрасли, пенсионеры и представители вузов, пришлось даже присуждать спецпризы. Ведь вопросы, которые удалось поднять в своих работах специалистам и ученым, выходят далеко за рамки корпоративного формата. Исследования по оптимизации и усовершенствованию процессов и технологий сегодня проецируются не только на деятельность Газпром-Трансгастомска, но и находят свое отражение в работе предприятий-партнеров. Задачи, которые стоят сегодня, они очень огромные. Северный поток-2 строится, Турецкий поток строится, Сила Сибири завершается. Не взирая на все политические перипетии, которые есть. Поэтому я вас всех поздравляю. Хотелось бы пожелать на будущее побед, достижения. А чтобы этого случилось, нельзя стоять на месте. Постоянно двигаться, учиться, совершенствоваться. Еще одним подарком участникам конференции стала встреча с героем России Александром Калери. Летчик-космонавт, за плечами которого 769 суток полетов и 5 выходов в открытый космос, рассказал, что движет людьми, которые создают не только свою личную историю успеха, но и историю успеха своей страны. И дал напутствие всем пришедшим. Не только работа красит человека, но и человек красит работу. И работать надо там, где стоишь. Я хочу пожелать вам, чтобы лет через 20-30 вы могли сказать, что я осветил свою жизнь самому интересному и самому замечательному виду деятельности. Моей работой. За последние три дня все участники конференции получили колоссальный опыт и огромный запас энергии. А победители – денежные призы и путевку в карьерный лифт компании. Но как бы ни был сладок вкус соперничества, пора возвращаться в трудовые будни, где снова одни задачи и одна амбициозная цель на всех. 1 декабря 2019-го лидер российской газовой отрасли страны начнет транспортировку голубого топлива в Китайскую Народную Республику.